Мотив ненависти вместо заказного убийства От источников Люди, кажется, уже не слишком верят тому Что реальные обстоятельства этого преступления Станут известны Тем более, что в случае расследования Так называемых громких или резонансных убийств В Российской Федерации за последние 20 лет Очень редко дело доходило до того Чтобы заказчики оказывались на скамье подсудимых При этом на само место убийства Бориса Немцова На Большом Искворецкий мост Всего в нескольких сотнях метров от Кремля Все еще приносят свечи и цветы Там сейчас находится моя коллега Маргарита Журавлева От нее узнаем последние детали его расследования О том, много ли людей на мосту Много ли цветов на мосту Сейчас, спустя почти три недели после убийства Маргарита, добрый вечер, тебе слово Здравствуйте, Тихо Действительно, здесь на Москворецком мосту По-прежнему очень много цветов Такой вот практически Можно выразиться, холм из цветов О том месте, где лежал Борис Немцов Где в него стреляли Очень много цветов лежит на парапете Вот буквально от начала Москворецкого моста Вот до лестницы То есть все вот это пространство Занято цветами Здесь в нескольких местах стоят таблички На которых написано, сколько дней прожил с момента убийства Здесь, как вы видите, много свечей, иконы В фотографии Бориса Немцова Причем такой вот получается уже народный мемориал И у многих складывается впечатление, что кто-то за этим местом присматривает Это действительно так Я спросила у близкого друга Бориса Немцова, Ильи Яшина Есть ли какие-то волонтеры, которые помогают убирать завязшие цветы Как-то поправляют этот народный мемориал Он сказал, что действительно они есть Они приходят сюда каждый день Собственно, они приносят вот эти вот таблички На которых написано количество дней, которые прожили с момента убийства Что касается свечей Вот часть свечей горит И здесь также есть свечи, которые не зажжены По словам Яшина, они здесь для того, чтобы люди, которые, может быть, случайно шли мимо Могли тоже зажечь свечи в память о Борисе Немцове Но вот какого-то, если так можно выразиться, караула памяти здесь нет Люди проходят мимо, останавливаются на минуту, на две Читают надписи, смотрят на то, как сейчас выглядит место убийства Бориса Немцова Но такое впечатление, что это просто люди, которые по своим делам шли куда-то И просто остановились, потому что действительно не остановиться здесь просто невозможно Слишком уж впечатляюще это выглядит Ну а что касается сегодняшних новостей о расследовании убийства Бориса Немцова Их довольно много Во-первых, нужно сказать про то, что обвинения теперь предъявлены всем пятерым арестованным по этому делу Сегодня их предъявили Шагиду Губашеву, Тамерлану Искарханову и Хамзату Бахаеву Их адвокаты пока что только подтвердили, что действительно обвинение предъявлено Может быть, здесь есть объяснение такой некоторой формальности Потому что, согласно российским законам, согласно уголовно-процессуальному кодексу Если человек находится в статусе позреваемого, ему не предъявлено обвинение, но он арестован То у следствия есть ограниченное количество дней, чтобы это сделать Иначе просто придется их отпустить на свободу Но, опять же, адвокаты не уточняют, что именно, по версии следствия, эти люди делали Как именно они относятся к убийству Бориса Немцова Но ранее от разных источников поступала информация, что, возможно, они помогали тому человеку, который совершил это убийство Как-то с организацией Возможно, они следили за Борисом Немцовым Возможно, они покупали сим-карты для всех вот этих людей, которые к этой ситуации имеют отношение Опять же, важно отметить, что адвокаты Эрсхерханова и Бахаева уже ранее говорили, что на момент убийства их подзащитных в центре не было То есть, непосредственно к самому факту убийства к действию они отношения не имеют, как они утверждают Еще одно уточнение Источник интерфакса сегодня рассказал, что братья Губашевы, судя по всему, забрали на машине убийцу Бориса Немцова То есть, они подъехали вот с той стороны Ну, а убийцей следователи на данный момент называют Заура Дадаева И, пожалуй, о нем на данный момент известно больше всего О нем тоже есть новости Сегодня сразу две газеты написали о нем большие тексты Так, в коммерсанте текст называется «Заур Дадаев хорошо стрелял» Это цитата его сослуживца по батальону «Север», с которым поговорил коммерсант И из соображений безопасности коммерсант называет его Сулимом По словам Сулима, то, что официально Дадаев находился в отпуске и был уволен вскоре после убийства Немцова, ни о чем не говорит По его словам, бюрократии в батальоне вообще уделяли не очень много внимания «Мы часто сопровождали в Москву различных чиновников», — сказал он «Такие поездки обычно задним числом оформлялись как командировки Тебе говорят, надо собраться за 15 минут, кидаешь в машину автомат, даже камуфляж не переодеваешь По дороге или уже в Москве просто покупали нам гражданскую одежду Селили либо в квартиру, либо в гостиницу Дадаев отлично стрелял, поэтому четыре попадания из семи для него это невозможно Кроме того, Сулима удивил выбор оружия и патронов По его словам, если бы боец батальона собирался убивать, он бы не искал патроны по складам А воспользовался вооружением, которое изымается во время спецопераций у боевиков Ясно, что какие-то стволы могут не учитываться Так почему не взять их, а не какой-то ненадежный, расточенный пистолет? РБК сегодня тоже ссылается на человека, который знает Заура Дадаева По его словам, цитирую, обвиняемый характеризуется как верующий человек, но без склонности к жестокости И вот человек, который знает Дадаева, РБК рассказал, что вряд ли бы Дадаев стал стрелять из какого-то переделанного оружия И утверждает, что у него тоже, в принципе, был доступ к какому-то более профессиональному оружию Также этот источник говорит, что Дадаев действительно приезжал в Москву, но был здесь наездами и по личным причинам и оставался на несколько дней В ночь убийства Дадаев, хоть и находился в Москве, но был в совершенно другом месте Это уже слова его адвоката Адвокат, правда, не уточняет, где он именно был, но вот он заявил об этом алиби К тому же он рассказал журналистам, адвокат Дадаева, я имею в виду, что он ничего не знает про вот эту вот переквалификацию И, в принципе, Тихон, здесь важно заметить, что, ну, конечно, сегодня, когда днем появилась новость Появилось сразу же много различных таких конспирологических теорий И таких разочарованных мнений, что, наверное, никогда полностью это убийство не будет раскрыто Но вот здесь все-таки стоит заметить, что вот эта возможная переквалификация, которая, возможно, имела место Может значить в том числе то, что следователям просто пока что не удалось установить какие-то каналы получения денег Просто дело в том, что согласно поставлению Пленума Верховного Суда, который разъясняет, как должны в России действовать законы Что точно имеется в виду, например, в Уголовном кодексе Что если речь идет про наемное убийство, убийство, совершенное по найму Именно такая формулировка прописана в законе То речь должна именно идти про какое-то денежное вознаграждение от заказчика к исполнителю Ну или хотя бы не денежное, но в любом случае получение каких-то благ То есть, может быть, вот эта возможная переквалификация пока что связана просто с недостатком информации у следствия Тихон Спасибо, моя коллега Маргарита Журавлева с Большого Москорейского моста Где сегодня, спустя почти три недели после убийства Бориса Немцова По-прежнему остаются свечи, остаются цветы, которые туда приносят люди Это всего в нескольких сотнях метров от московского Кремля